На Братском кладбище собралось множество людей. Друзья, родные и знакомые погибших подводников, их сослуживцы, приехали из разных городов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Священнослужители Свято-Никольского храма провели панихиду. Идею создать этот памятный знак Владимир Бондарчук вынашивал пять лет. Необходимые средства были собраны всего за два месяца. География международного значения стала, потому что взносы поступали со всех городов России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Израиля, Соединенных Штатов. Родственники редко имеют возможность посетить могилы погибших подводников. Многие из них навсегда остались в прочном корпусе затонувшей подводной лодки. О них говорят просто – взяты морем. Старший лейтенант Мстислав Гусев погиб в 1970 году в Бискайском заливе на подлодке К-8. Это была первая потеря в истории Советского атомного флота. 12 апреля этого года будет 41 год, как погиб мой муж. Погиб вместе с лодкой в водах Бискайского залива. 12 апреля ежегодно я ходила на Графскую пристань и бросала цветы в море. Это была единственная память. Братское кладбище – место прежде всего историческое. Часть современной военно-морской истории – это могилы погибших моряков-подводников. Курска и Комсомольца, со дня гибели которого исполнилось 22 года. Из 69 членов экипажа подводной лодки «Комсомолец» погибло 42 человека. И сегодня мы воздаем дань памяти и уважения нашим боевым товарищам, которые до конца выполнили свой воинский долг. Свой долг перед Отечеством, перед своим народом. Впускники Высшего военно-морского инженерного училища, которые создали этот памятный знак, гордятся тем, что смогли сделать все сами. Из 19 перечисленных на граните фамилий, 11 принадлежат выпускникам Голландии. Человек, который отдал жизнь Родине государству, должно обеспечить его родственников, его самого данью памяти. Но получилось так, что мы этим занимаемся сами. Это наш нравственный долг. Слава Севастополя – заслуга всех тех, кто уходил на военную службу и защищал Родину. Так было всегда. И ветераны, собравшиеся здесь, чтобы почтить память погибших товарищей, уверены, так будет еще долго. Антон Пархоменко, Надежда Шувалова, Севенфургова.